Друзья, всем привет! Сегодня пришла посылочка из Китая. И это не просто посылка, это то, чего я очень и очень долго ждал. Ну что ж, давайте потихоньку ее начинать скрывать. Ну а я, чтобы не томить вас, скажу, что у нас сегодня внутри. Здесь приехала Nokia 6300. И это восстановленная версия 2023 года. Конечно же, это не тот легендарный оригинал, который мы с вами привыкли видеть. Но, тем не менее, этот телефон очень и очень высокого качества. И отличить его от оригинала довольно-таки сложно. Ну а наши друзья из Поднебесной, смотрите, как все довольно-таки нехило упаковали. И довольно-таки нехило. Молодцы. Но что-то мне подсказывает, что коробки внутри нет. Потому что довольно-таки все очень... Ну, вернее, не для коробки получается место. Вот. Но, тем не менее, давайте потихонечку разбирать и смотреть. Да, я вижу, что внутри коробочки уже нету. Вижу, есть зарядка, собственно, и лежит сам телефон. Но это уже претензия к тем людям, которые это все отправляли. Потому что, собственно, я заказывал все это с коробкой. Ну, ничего. Так, иди сюда, иди сюда. И да. Да, да, да. Наконец-то. Еще одна упаковка. Боже, сколько можно было упаковывать. Но зато все надежно к нам приехало. Так, ну, собственно, вот весь комплект. Телефон и зарядка. Зарядка, кстати, очень оригинальная, но она нам пока не нужна. И давайте, собственно, посмотрим на сам телефон. Так, что у нас сзади написано. Так, пожалуйста. Ага, у нас на батарее там заглушка стоит. Нужно ее будет убрать для того, чтобы батарея работала. Ну, и, собственно, вот сам упакованный телефон. К нему почему-то какая-то наклейка с e-mail. Ну, она нам особо не надо. Она обычно клеится на коробку. Но коробочки у нас нет. И, собственно, сам телефон. Так, а что это у нас? Брак, что ли, какой-то? Или? Нет, 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 нет. Все отлично. Здесь все отлично. Никакого брака. И, друзья, блин, да вы только посмотрите. Ни одного зазорчика. Телефон действительно как будто только купленный из салона. И вот-вот только он вышел в продажу и выглядит просто сногсшибательно. А это сверху пленочка защита экрана. Блин, насколько она интересная. Так, батарею давайте поменяем. Я поставлю свою, потому что эта батарея нам еще пригодится. Моя уже заряженная. Ну, не полностью, но тем не менее. И посмотрим, собственно, что нам этот телефончик предлагает. И давайте запустим. О, да, я уже почувствовал эту вибрацию. Nokia запускается. Просто красота. Друзья, если вы хотите себе этот телефончик, обязательно напишите мне в комментарии. И мы с вами свяжемся. Вот, собственно, и все. Телефон, кстати, отрабатывает идеально. И нажатие даже на клавиши ровно такое же, как было в момент покупки этого телефона впервые. Там 2006 год, по-моему, это был, да? Давайте поменяем настройки. Посмотрим, есть ли у нас русский язык. Да, есть. И все. Собственно, вот вам и весь телефон. Красота. Такой прелестью можно наслаждаться постоянно. Балдею. Вот, честно говоря, балдею от телефона, друзья. Кайф. Вот такой вот он у нас красавчик.